ПОПУТЧИЦА В ней собраны короткие рассказы о любви, милосердии и неравнодушии. Как часто вы встречаете чудеса в обычной жизни? Видите ли вы добро каждый день? Ольга Савельева не просто идет навстречу добру каждый день. Она его ищет, рождает, делится им и дает уроки любви всем своим читателям. Искренние и честные рассуждения о жизненно важных вещах, нужно ли помогать незнакомым людям, как научиться думать не только о себе, как дарить любовь и оставаться собой, близки к каждому человеку и отзываются в каждом сердце. Это книга для тех, кому по пути. Я работала тогда в Федеральном агентстве железнодорожного транспорта. И метафора родилась из того, что я правда... Ну, то есть я стала совмещать основную работу, то есть чиновников в железнодорожной сфере. И я достаточно часто ездила в командировки, в купе. И стала писать тексты. Когда надо было как-то себя обозначить, вот я придумала эту попутчицу. Образно говоря, в моем купе мои читатели едут со мной уже 12 лет. Но это тоже не было какого-то плана, где я прям села и думала, «Так, какой у меня будет бренд?» Нет, ну просто это было как-то на поверхности, что вот я как раз тогда, я был какой-то пик командировок, было много-много переездов, и я никак не могла понять, почему я захожу в купе с незнакомыми людьми, и мы не успели отъехать еще никуда. Я уже все про них знаю. То есть мне тут же все рассказывается. Я думаю, а мне, с одной стороны, интересно, то есть классно, что я как раз собираю эти... Я же хсорока в этом плане. Я такая, раз, историю унесла себе, раз, историю унесла себе. Я такая, как интересно. А зато потом я интересный собеседник, потому что если мне кто-нибудь начинает про что-то говорить, «А что вы думаете?» Я почти любую тему недавно это заметила. Мы сидели в большой компании незнакомых людей, и какая бы тема ни начиналась, даже тема пауков, где я, где пауки, у меня был рассказ, потому что однажды я писала текст про этих... Господи, волосатые-то пауки как-то. Ну, в общем, неважно, важно, что я однажды писала текст про пауков. А тут они стали говорить про стоматологию, а у меня как раз клиент был стоматологий. Я такая, ой, я про это все знаю. Говорю, синус-лифтинг, все это я знаю, сейчас я все расскажу. Потом поднимаю... То есть не связанные друг с другом темы вообще никак. Стали говорить про брокеров. Я все в курсе про брокеров, потому что я писала финансовые какие-то истории. То есть или у меня есть кто-то из финансистов, кто... То есть у меня есть история на какую-то, вот на любую тему. Мне потом говорят, такое впечатление, как будто ты прям знала, кто гости выйдет. Ага, этот стоматолог, это тот и тот. Пришла и подготовилась. А я оказалась-то вообще случайной, просто вот абсолютно случайной. Я говорю, я даже не знала, что я окажусь в этой компании. А почему? А ну опять же, это вот к вопросу надсмотренности, на то, что мне люди, проходя, как будто бы дарят свои истории. И они кажутся случайными. Но случайностей в жизни не бывает. Я для чего-то узнала эту историю. Я ее возьму. Я, может быть, сегодня еще не понимаю, куда мне ее прикрутить. Я не понимаю. Ну история, ну случилось. Ну ладно, посмотрим. А уже завтра я ее зафиксировала. Думаю, положу на полочку. Разберю. Не лишняя. Точно не лишняя. Просто недозревшая. Я еще не доформулировала, про что она мне. А потом раз, что-то еще случится, и ты такой раз и собрал пазл. Такой, ааа. В одном из своих рассказов Ольга пишет. Я живу с мыслью, что каждую минуту жизнь может измениться к лучшему. Мне так проще жить. Я все время жду хороших новостей, притягиваю их. А если случается плохое, я думаю, так, это плохое, ступенька к хорошим. Именно на контрасте с этим плохо, я буду особенно ценить свое наступающее хорошо, которое уже совсем близко. Очень хочу заразить этой мыслью окружающих. Я это называю синдром открытки. Я писала тексты для открыток, и одно время нужны были деньги, была очень молода. И там у нас был классный мастер-класс, что, когда ты пишешь тексты для открыток, нельзя употреблять слова с негативной коннотацией. Ты не можешь в открытке написать «Пусть беда не приходит в твой дом, пусть смерть обойдет тебе стороной, пусть несчастье никогда не сломит». Нельзя так. Ты в открытке пишешь сразу «Пусть солнце сияет, пусть розы благоухают, пусть счастье наполнит твой дом». Сразу про положительную коннотацию. И я взяла эту метафору и использую в жизни. Я сразу использую, всегда у меня ожидание, что мир изменится к лучшему. У меня всегда положительная коннотация у всех любых слов, потому что так проще. Потому что я эгоист, и мне хочется радоваться. Мне не хочется страдать. И я беру и выбираю мне страдать. Очень просто. Жизнь – это выбор. И я выбираю мне страдать. У Ольги есть любимая притча о лягушках. На бревне сидели три лягушки. Одна из них решила прыгнуть в воду. Сколько лягушек осталось на бревне? На бревне остались три лягушки. Лягушка только решила прыгнуть, но не предприняла никаких действий. Важно не путать действия и принятие решений. Взять, решить и сделать. Сама Ольга Савельева очень деятельный по жизни человек. Она поддерживает многие благотворительные фонды и очень многое делает для людей, попавших в трудную жизненную ситуацию. Тема благотворительности – это очень больная моя тема. В какой-то момент я как-то увидела этот мир. Это произошло через личную трагедию, потому что у меня дочка получила инвалидность. И я как бы меня очень сильно кидануло в эту тему. И я, когда у нас получилось с этим справиться в моей семье, я в какой-то момент стала прям вот кайфовала от того, что как бы объяснить эту очень важную мысль, что можно быть счастливым в любых предложенных жизнью обстоятельствах. Потому что, когда происходит трагедия, в какой-то период жизни тебе кажется, что счастья больше не будет. Что ты теперь будешь всегда, теперь всегда будет так больно, теперь всегда будет так обидно, теперь всегда будет вот это проживание на живую несправедливости. Почему? Я планировала другую жизнь. Я вообще не хотела, чтобы так было. За что вот это мне? Вот. А в какой-то момент ты прям справляешься с ситуацией, приходит принятие, и ты понимаешь, что да, сложно, но можно. И первое пульсирующее счастье, оно уже пробивается в твою новую жизнь, а потом оно возвращается, и ты понимаешь, что да, она другая жизнь, она может быть особенная, но это совершенно не означает, что в ней не будет счастья, наоборот. Выбор есть всегда, пишет автор. Даже у осужденного на смерть человека, которого введут на расстрел, есть выбор. С каким настроением туда идти? Со стерменением, с обидой, с прощением или с надеждой? Раз в неделю Ольга Савельева пишет пост в поддержку благотворительного фонда или человека, который находится в сложной жизненной ситуации. Это сложная очень сфера, потому что кажется, потому что очень много ожиданий. Тебе кажется, что в этой сфере люди самые добрые, самые расположенные, самые мимими. А на самом деле нет. Там самые травмированные люди. Ведь в этой сфере люди, которых очень сильно покорежила жизнь. А любое испытание это трансформация. И человек не обязательно трансформируется в какую-то хорошую свою реинкарнацию. Иногда человеку плохо, он ежик такой, и он тебя колет просто потому что от собственной боли, не потому что он плохой, а потому что ему больно, он не знает, как справиться с этой болью. И оказалось, что в этой сфере прям очень много такого колючего всего. Но это тоже такая проверка на верность делу. Ну, то есть, если ты боишься уколоться, ну, не ходи. Но хочется же помогать. Хочется помогать, закрывать свои гештальты. Это наполняет, это дополнительный смысл жизни, это очень сильно наполняет жизнь ценностью. И я вообще считаю, что это самый короткий путь. Очень часто, сейчас особенно, мир меняется, и не все успевают себя в нем найти. И в какой-то момент мы оказываемся в подвешенном состоянии, очень не понимаем, для чего я живу, что. Как сказал мне один человек, он говорит, я вот даже не понимаю, мне кажется, что если я выйду в окно, то очень много людей вообще не заметят, даже из тех, кто знает меня. И он говорит, меня это поражает, насколько мы все взаимозаменимы. Вот мне кажется, что если наполнять каждый свой день смыслом, вот ты прожил день, подводишь итог дня, ты его как прожила? Ты создал сегодня что-то хорошее? А вот это ощущение, зачем? Зачем сегодняшняя пятница? Вот она как прошла? Если нет ответа на этот вопрос, то благотворительность самый короткий путь для того, чтобы он был. Мир разный, он огромный, он больше, чем мы думаем. На эту тему у Ольги есть замечательный рассказ про одного российского актера, который на заре своей славы поехал на гастроли. За границей, отель. Его поселили в крохотной комнатке. Кровать, шкаф, ванная. Но актеру кажется, все прекрасно. Вчерашний студент, он еще не ощущает себя звездой. Одно плохо, окон нет. Гастроли длились неделю. В день выезда он позвал в номер портье и горничную, чтобы они приняли номер. Они постучали, вошли, а дальше произошло удивительное. Портье открыл дверцы шкафа и вошел в него. Оказалось, что всю неделю актер прожил в прихожей огромного люксового номера с панорамными окнами. И не знал. Ему и в голову не могло прийти, что он достоин чего-то большего, чем это прихожая. Он спал на узенькой кушетке, предназначенной для переобувания, а два своих свитера даже не вешал в шкаф. Актер сел и засмеялся, а потом заплакал. Он жалел об упущенной возможности жить с комфортом и смеялся над своими ожиданиями. Сколько из нас живет в прихожей жизни и даже не подозревает, что рядом, вот тут, за дверцами, целый мир, нарния, огромные панорамные окна. А еще Ольга уверена, что каждый из нас выдающаяся личность, что нельзя обесценивать свою жизнь или свой день, даже если ты просто сварил суп. Мы все очень выдающиеся, серьезно. Суп это не то, что, слушайте, я сейчас про людей, которые ничего выдающегося не сделают. Да, не все мы, конечно, изобретем лекарства от рака. Но вы поймите, знаете, в этом плане у меня прям очень триггеров много, потому что, например, чтобы Лев Николаевич Толстой написал свои произведения, весь его быт на себе тянула его жена. С какой-то точки зрения можно сказать, что она ничего выдающегося не сделала, кроме Льва Николаевича Толстого, да, потому что, если бы она на себя все это не взяла, он бы слишком много времени тратил на мытье посуды и приготовление супа. Ну, это я утрирую, я имею в виду, что нельзя обесценивать свою работу. Мы все, свою жизнь, мы все пришли в этот мир для чего-то. Возможно, кто-то варит суп, но это прекрасный суп, который накормит сразу много людей и в нем очень много смысла. Когда я говорила про суп, это образ тех дней, которые нам сложно даются для проживания. Но у нас у всех бывают дни успешные, когда мы прям понимаем, что мы молодцы. Ну, да, мы там сегодня, не знаю, на сцене, мы сегодня, сегодня все получилось, да, и мы прям оцениваем день как удачно. А бывают дни, когда мы обесточены, как раз чаще всего это какие-то испытания, которые мы проживаем, нам больно, весь ресурс уходит туда. Мы не можем быть эффективны. Ты, в принципе, не в состоянии совершить сейчас что-то. Тебе бы прожить эту пятницу и перевалиться в субботу. И это твой вот максимум. И суп, это, если ты еще суп все сможешь сварить в этот момент, аллилуйя, скорее всего, не сможешь. Это будет гречка, потому что гречка понятнее. Суп – это сложно сочиненное блюдо. И такие дни, они тоже необходимы. А мы привыкли их обесценивать, мы привыкли думать, с нами что-то не то. Ну, конечно, я сегодня гречку сварила, а я открыл инстаграм, а в инстаграме все победили всех, понимаешь, пробежали марафоны, выучили английский, не знаю, открыли бизнес и выступили в олимпийском, понимаешь, а я гречку, и я, конечно же, неудачник, и хочется, где окно, я пойду выйду. А это неправильно. Это опять к вопросу о подзарядке. То есть эти дни, они просто необходимы. Иногда, ну, то есть надо же понять, почему ты вот сейчас проживаешь свой суп. И он у всех бывает. Мы все проживаем в какой-то момент суп. Просто у нас это не очевидно. Ты идешь по улице, тебе кажется, нормальные люди идут. Все счастливые, ни у кого никаких проблем. А кто-то сейчас прямо в кастрюле супа идет навстречу тебе, и ему сейчас очень плохо. Просто он же не идет с транспарантом, эй, ребят, что-то я не вывожу эту пятницу там или этот вторник. И какой бой внутри человека идет, тоже не очевидно. И когда мы научимся перестать себя расставить в угол за эти дни, перестать себя ругать за них, нормально, невозможно быть все время эффективным. Ну, невозможно быть всегда на пике эффективности. Так никто не бывает вечных двигателей. Ты ищешь баланс. И ты прям понимаешь, что жизнь это синусоида. Когда-то сцена, когда-то оркестровая яма. Когда-то успеха, когда-то суп. И суп – это необходимость. Без него не будет успеха. Суп – его надо тоже научиться проживать. Без драмы, что ты в этот момент неудачник, вообще ты в этот момент себе ставишь твердую двойку и вышел из класса. Не вышел. Живешь и проживаешь вдумчиво. Потому что ты сейчас, значит, у тебя период такой. Он тебя чему-то научит. Он тебя чем-то наполнит. Он тебя сделает мудрее. На это целый суп. Просто его надо прожить. Съесть его до последней капельки и понять, про что это было для тебя. И потом будешь вспоминать свой суп с благодарностью. На этом наша программа подошла к концу. Всего вам самого доброго. И до новых встреч через неделю. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok